И доброе время суток дорогие друзья, ну что у нас очередная серия про сорка, здесь мы с вами посмотрим, что же у него изменилось за последнее время, как я воспользовался календарем подарков, что мне удалось с него хорошенько так забрать, подбустить и сегодня также разберем компенсацию, потому что дело это было хорошее и она также помогла этому самому персонажу. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчикер и подписываться на канал, погнали! Старая добрая Lineage 2, сколько беззаботных дней мы в ней провели, но сейчас мы выросли и на игры совсем не хватает времени, не проблема, ведь есть Lineage 2 Essence, тебя ждет обновленная графика и интерфейс, автобой поможет тебе не отвлекаться от важных дел, большое количество новых умений для всех классов, сразись за боссов с другими игроками по всему миру и покажи, кто здесь самый достойный. Начни играть прямо сейчас по ссылке в описании и получи гарантированные бонусы для комфортного старта в Lineage 2 Essence. И так как вы видите я продолжаю стоять в той, в тренировку, хожу теперь исключительно сюда, скорее всего даже не потому, что здесь выходит самый большой прирост по XP и AD, хотя мне кажется этого было бы вполне достаточно, а просто ради того, что здесь могут выпадать проходки, так же в тренировке, как и в обычном той, которые сейчас на всемирке стоят по 70-80 монет и согласитесь это довольно таки неплохо. Но на самом деле скажу так, что сколько я не ходил, пока не выпало ни одной на твинках, которые находятся на основе, мне везет намного больше и очень часто здесь падают проходки, которые я оставляю себе. Ну и помимо этого я также сходил в сады, закрыли мы сады за ночь, квестик можно лутануть 10 таликов власти и 100 древней адены, что вообще очень сильно радует. Плюс 2 талика я набил, ну как один выпал с мобов и один дали за квест на 100 мобов, это на самом деле очень прекрасно. Талики я пока буду, наверное, коллекционировать, не зная, либо я все-таки доживу до того, когда возьму за 200 с чем-то таликов сразу шестой, либо мы их просто как-нибудь подточим. Плюс за календарь, который у нас был, за компенсации, за все вот это, ну я собираюсь брать купоны на продление времени особой зоны охоты, это как раз таки я считаю, что самый лучший вариант из этого всего, это взять как раз проходки в сад, потому что их покупать либо за адену надо, либо еще где-то когда-то добывать, может быть их вам когда-то выдавали, но на этом чаре их нет, поэтому придется их вот именно вот таким вот образом забирать. Хотя у них тоже есть срок продления, обращайте на это внимание, но я думаю, если вы часто ходите в сады, часто их закрываете, проходки вам обязательно пригодятся. Либо уже брать от стакана, как я например делаю на основе, потому что для сада там у меня проходок довольно-таки много. Ну и далее еще вот таких вот сундуков с оружием зачистки, здесь у нас рандомные пушки, не точенные, все запечатанные, но опять же для того, чтобы закинуть зачистку, это будет довольно-таки неплохо. Кстати, две пары аж мечей выпало, это вообще прям неплохо, мне понравилось. Куда их можно определить? Одни уже определенные были, а другие аж надо точить на 9. Ну такое себе, конечно, но ничего страшного, я думаю, мы их обязательно заточим. Топор также можно куда-то закинуть, вот физмак защита 30, вообще замечательно, это прям хорошо. Там еще в особом может, по-моему, сопротивление с отрицательным эффектом, да, как бы мне не особо нужно. Еще одни мечи, кстати, очень хорошо, что две пары упало, это вещь редкая. Так, дальше у нас идет коготь торфе, давайте попробуем его посмотреть, куда он тут может пойти относительно легко. Вот, макс МП, я думаю, это вообще нормально, чтобы не рисковать его там не точить, хотя, с другой стороны, его можно подточить на плюс 4, да, и можно уже будет закинуть сюда. Давайте, наверное, так и сделаем, плюс у меня еще и древняя рапира, есть даже две штуки, поэтому подточить на 4, думаю, проблем не будет. И закинем уже сразу же в эту самую коллекцию, хотя и вот сюда хочется ее закинуть. Ну, ладно, давайте, наверное, попробуем начать с древней рапиры, может быть, она подточится, и я закину в коллекцию ее, которая дает шанс маг крита, это все-таки для меня более ценно. В общем, будет чем заняться, халявные пушки зачистки, это всегда прекрасно, я считаю, это всегда здорово и великолепно. Так, начал я пока точить пушки, до 4 сейчас мы их доведем, 2 я уже сделал, осталось только эти вот самые дули немножечко подразогнать, которые нам вот буквально только-только упали, давайте их сейчас сразу до 4 догоним. Есть 4, 4 у нас добавляются, в получаемый крит урона всех умений это не особо надо, а вот, конечно, вот эта коллекция на силу крита, она очень вкусненькая, и помимо этого, также я говорил, что хочется вот эту вот коллекцию подзаполнить. Давайте, наверное, все-таки сюда сразу же закинем вот так вот, и сразу же закинем вот так вот, а остальное уже будем подтачивать. Так, у нас есть еще 19 точек, это вот, кстати, к вопросу о том, что когда был арбузный ивент, многие говорили, зачем ты в нем участвую, что вот сейчас бы каждая точка бы обходилась по 2 копейками ляма, а так она обходится мне абсолютно бесплатно. Итак, у нас есть 3 четвертые пушки, давайте пробовать их гнать выше, нужны 1 девятая и также нужна 1 седьмая, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Есть даже 2 пятых, удивительно, и рапиру пробуем гнать. Рапира также становится пятой, хорошо, 12 точек у нас остается, 3 пятые пушки, есть шестая, замечательно. Пробуем лесенкой все по классике точить, все как обычно. У меня также еще валяется калишмарт, который надо бы продать, не знаю, почему я до сих пор это, кстати, не сделал. Так, пробуем гнать на 7, шанс у нас остается таким же, 7 дули есть, 2 пробуем загонять, остается, кстати, 8 точек, минус 1 дули, давайте попробуем на рапире, что же выйдет, есть 7, это просто шикарно, давайте пробовать точить дули. Первый трай, есть 8 и последний трай, есть 9, замечательно. Это на самом деле прям прекрасно, потому что, нет, ну сопротивление удержания мы не будем, конечно, брать. А вот, вот эта коллекция, это здорово, потому что останется в будущем, надеясь, что откуда-нибудь упадет длинный меч мясника, и можно будет его закинуть, получим плюс 100 к силе крита, это на самом деле немало. И также рапиру закидываем в коллекцию на шанс, так и макумене, здесь сразу можно и кристальчики закинуть, их в большом количестве сейчас у меня имеются, и в будущем также надо будет дубину гигантов загнать, и получим 2%, это на самом деле неплохо. Думаю, пока с точкой мы повременим, да, все остальное как бы точить нечем, ну и неоткуда брать за точки, поэтому пока подождем. 4 точки, кстати, осталось до сих пор с того самого арбузного ивента. А у нас после завершения очередной профилактики дали вот такую вот халяву, коробка с подарками припасов месяца, по одной оденке, даже не по одной монетке, что не может не радовать, и между прочим, хотел бы вам показать, как прекрасно выглядит этот самый мир после профилактики сервера, который носит теперь название Sky Blue, я сам удивился, когда заходил, но это вот, можно сказать, первые шаги на этом замечательном сервере. Давайте сейчас еще сначала заберем продажи, здесь у меня купили Дамаскус, который, кстати, я выбил здесь же в ДВ, ДВ уже дает свои плоды, это неплохо, усилитель краски тот, который остался, когда мы с вами аппали краску, забираем его, и укрепленные мифриловые сапоги, я вообще удивлен, что их кто-то покупает, они еще по 100 с чем-то монет, они мне упали с рандом крафта, их также забираем, уже почти 500 монет. Ну, шапка Вадона-то ладно, ее просто выставляем за 20 копеек, также можно выставить, здесь у нас падал шлем Кристалла Тьмы, его также за 20 копеек, можно выкинуть Калишмарт, который падал здесь же в ДВ, я вообще удивлен, что в ДВ мне что-то падает, хотя после того, как я покажу вам этот фрагмент в каком-то ролике, по-любому мне перестанет что-либо здесь падать. И также здесь падали перчатки Талума, их также можно выставить. Хотя, наверное, надо было начать все-таки с Кристалла Души, но да ладно. Итак, что же у нас здесь, открываем коробку с припасами, получаем здесь третий берилл, кстати, который мне некуда поставить, а это знаете, что значит правильно, это значит, что надо будет апать брошку до 5-го левла, для того, чтобы туда берилл воткануть. На самом деле, неплохой стимул. Ну и 400 светочек, которые давайте я прямо сейчас поставлю и немножко их прокликаем. Также, давайте, наверное, мы с вами слетаем в город по одной простой причине, что у нас с вами накопился эликсир, и нам надо бы его потратить. Лампы пусть кушаются, ничего страшного. И теперь действительно я задумался, что надо делать брошку. Надо это делать брошку, потому что халявный третий берилл, извините, меня дают не каждый день, и все-таки надо этим пользоваться. Здесь у меня должен быть порошок вроде для эликсира, и для того, чтобы его не откладывать в долгий ящик, я предлагаю его прямо сейчас прожмякать. 9 штук, кстати, здесь есть, неплохо. Шансы, в принципе, нормальные. В особое создание залетаем, залетаем в эликсир и пробуем. Погнали, первый трай. Первый трай дает нам порошочек обратно, второй трай нам дает порошочек обратно, третий трай мы с вами покрутим деда немножечко, для того, чтобы он дал нам эликсир, и четвертый трай, он же является последним. Мы также попробуем покрутить этого самого деда, чтобы он нам что-нибудь выдал. К сожалению, нет, отдает нам порошок, который мы также с вами выкидываем обратно в ВХ. И вот такой вот получился ролик. Мне больше всего понравилось. Я, конечно же, закрыл коллекцию, на которую могло уйти, точнее, закрыл, а практически закрыл коллекцию, на которую ушло бы, я думаю, большое количество ресурсов, если бы я прям занимался вот лично сам и покупал все итемы за монетки. Так что, мне кажется, это здорово. Ну, а дед, к сожалению, эликсир не дал, даже если его покрутить. К сожалению, видимо, тактика перестала работать. Но я надеюсь, этот ролик вам понравился. Вы не забыли поставить пальчик вверх, не забыли подписаться на канал. Также помните, что у меня есть телеграм-канал, там дополнительно проходят розыгрыши на промокоды по 800 или монет. И есть также ссылочки в описании с бонусами, как для мейн-версий, так и для эссенс. Если вам любая из версий по душе, то залетайте по этим ссылкам и получите дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. Ну, а с вами был Душа Молодой. Я желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте.